Мансур Хасанович пришел с предложением создать Академию наук. Как у бывших представителей автономных республик, нам не были положены энциклопедии вообще. В Башкортостане ведь, по сути дела, Академия наук так и не состоялась. У нас большие дискуссии были с Москвой по поводу разделения татар на 45 позиций. Татарстан на туризме заработал около 40 миллиардов рублей. Ну, Мансур Хасанович, я вас понял, однако не надо было тогда Казань отдавать в свое время. Уважаемые подписчики, мы продолжаем нашу серию передач «Актуальное прошлое». На днях на здании Академии наук была открыта мемориальная доска, посвященная Мансуру Хасановичу Хасанову. Первому президенту Академии наук. И сегодня нашу передачу с Дамиром Валерьевичем мы хотели посвятить этому выдающемуся человеку. Надо сказать, что у нас от общения с Мансуром Хасановичем сложилось единое мнение о том, что он действительно не просто значительный, но действительно выдающийся человек, чья активная жизненная позиция во многом предопределила развитие современной исторической науки. Достаточно привести несколько примеров. Из всех академий, которые возникли в 90-е годы, практически только татарстанская состоялась как настоящий аналог большой российской академии. Во всех других регионах Академия наук не пользуется такой популярностью, а где-то просто существует в виде оболочки, вывески и не представляют собой серьезного научного учреждения. В то время как у нас, по крайней мере, четыре больших института, включая еще несколько разных центров, которые занимаются своими научными проблемами. Но в то время, когда Академия только создавалась, существовало много разных альтернативных вариантов. И вот Дамир Владимирович расскажет, может быть, какие проблемы. Я помню, мы тогда писали в газету «Наука» Казанского научного центра, где разные варианты создания и функционирования Академии обсуждались. Вообще, конечно, этот вопрос все время у татар был как бы во вздешенном состоянии, но на виду. Поэтому, когда демократизация в СССР началась, сразу этот вопрос попал, скажем, даже в первую программу Татарского общественного центра. Там есть специальный раздел по созданию Академии наук. То есть ученые были готовы к этой идее. И потом, когда были всякие совещания по национальному вопросу, вот от имени Казанского филиала Академии наук готовились документы по национальному вопросу, там тоже был пункт о необходимости учреждения Академии наук Татарстана. Я помню, что Фарид Султанов озвучивал там. Это потом попало в наше послание в Москву. И из-за этого вопрос как бы будировался неоднократно и обсуждался в разных вариантах. Конечно, решиться просто создать самостоятельную Академию наук, это было довольно сложно. Скажем, тогда же был только единственный базовый институт институт и литература истории, где около 70 ученых всего работало. И у нас костяк был маленький. И вот из них создать полноционную Академию было довольно сложно. Поэтому предлагались варианты промежуточные. Может быть, там в рамках Казанского филиала что-то такое сделать. Или же как-то Академию учредить, как гуманитарную Академию. Такой вариант был. Но в конечном итоге, когда процесс обначался уже, и этот процесс, он был элементом суверенизации Татарстана, несомненно. Потому что все союзы республики имели Академию наук самостоятельную. И мы, когда пытались изменить свой статус, обрести статус союзной республики, мы понимали, что вот этот атрибут тоже должен присутствовать. И поэтому политические круги Татарстана тоже это понимали. Особенно те круги, которые были связаны с наукой. Вот Монсор Хасанов, он же доктор наук. Большой специалист был по Галимджану Еврагимову. Книга у него очень интересная, хорошая есть, до сих пор не устарела. И поэтому, когда вопрос начал подниматься, и татарстанские ученые, которые работали в Ели, и другие ученые, которые были в других институтах, академических и неакадемических, в том числе университетские круги, тоже эту идею начали поддерживать. И в итоге, вот, к началу 90-х годов, эта идея уже созрела. И поэтому состоялось решение этого вопроса. На открытии памятника, очень интересно, Ментимир Шарипович, сказал, что само это здание, это же здание политпросвещения обкома партии. И оно и строилось так, собственно. И говорит, что когда компартию закрыли, здание было бесхозным. Но многие предлагали превратить это в какой-то клуб многопартийных. То есть, чтобы там размещались все разные партии. И мне, говорит, эта идея не нравилась. И я все думал, как бы здание это лучшим образом использовать. И вот тут Мансур Хасанович пришел с предложением создать Академию наук. Но вот, говорит, помещение надо бы найти. Он говорит, а вот есть же помещение. И вот началась институционализация Академии наук. Но надо сказать, что если бы не его упорство, не его умение договариваться с людьми, некий такой аристократизм научный, конечно, ничем не получилось. Вот в Башкортостане ведь, по сути дела, Академия наук так и не состоялась. Из-за того, что они решили не договариваться, а просто взять и хапком захватить все Рановские институты. Что привело, в общем, к тому, что институты просто восстали, отказались подчиняться. И там целый был конфликт. А вот здесь вот у нас Мансур Хасанович очень спокойно, неторопливо, но последовательно сумел договориться и с КНЦ РАН, и с другими структурами РАНовскими, и в Большой Академии. И вопрос был вообще безболезнен. Наоборот, это восприняли даже очень с положительной стороны. Мансур Хасанович был, конечно, очень известным чиновником. Вице-премьер — это большая должность, и он курировал важные направления. Поэтому он с административными структурами очень хорошо умел работать. Это важная черта, на самом деле. И даже когда после создания Академии наук, там же надо обеспечить постоянное финансирование, надо всякие грантовые политики организовывать. Вот Мансур Хасанович все это поставил на ноги. И я помню, при нем гранты доходили до суммы 30 миллионов рублей. Если не ошибаюсь, 36 было. Ну, может быть, еще некоторые выросли. Вот он все эти дела умел организовывать. И, конечно, один из показателей того, что он иногда мог войти в очень высокие инстанции, я помню его рассказ о том, как он ездил к маршалу Малиновскому. У нас во время войны отобрали дом дворянского собрания. для военных нужд. И после войны Татарстан пытался вернуть это обратно в свою собственность. Но там создали дом офицеров, и это невозможно было просто так отобрать. Так Мансур Хасанович ездил вплоть до маршала Малиновского, прося, чтобы отдали обратно. Но Малиновский, он рассказывал, улыбнулся и сказал, «Ну, Масур Хасанович, я вас понял, однако не надо было тогда Казань отдавать в свое время. Поэтому пока мы вам не можем вернуть», он сказал. Конечно, мы это здание потом вернули, но вот как раз рассказ покажется, как Масур Хасанович мог работать в разных ситуациях, с разными кругами. Надо подчеркнуть, вот здесь правильно было сказано, что финансирование, бесперебойное финансирование, учитывая те ужасные положения, в котором находились рановские структуры, и с зарплатами, которые задерживались, и вообще низкие зарплаты. И надо сказать, что тогда Академия наук Татарстана на этом фоне выглядела очень хорошо. Это сейчас у нас зарплата в два раза ниже, чем в рановских институтах. А тогда мы даже опережали по уровню зарплат рановские. Ну и то, что гранты выделялись, и, как правило, под такие важные, интересные проекты, достаточно сказать, что в некоторые годы до 80 книг в издательстве Академии наук публиковалось. Это, конечно, очень большой, знаковый показатель. Ну и то, что он сумел сосредоточить внимание на таких важнейших проблемах, ну, я бы подчеркнул, ну, таких два момента. Первый – это, когда шла перепись 2000 года. 2002 года. А? 2002. Он провел большую конференцию с участием Всемирного конгресса татар о единстве татарской нации. Я думаю, что эта тема и эти материалы не устарели и до сегодняшнего дня. Я этот вопрос могу немножко уточнить, потому что я был непосредственным участником вот этих событий, но к 2002 году, когда вот состоялась первая уже постсоветская перепись, у нас большие дискуссии были с Москвой по поводу разделения татар на 45 позиций. Нам пришлось в Москву ездить. Я сам участвовал. Рафаэль Хакимов тоже был в институте этнологии. Мы дискутировали с Тишковым по этому поводу, объясняли, что так невозможно, татары едины. И когда мы, пытаясь с ними объясниться, поняли, что нет, все равно хотят ввести большое число градаций, я сам лично разговаривал с Мансур Хасанчем и предложил ему предпринять какие-то шаги по этому направлению. Он сразу сказал, давайте проведем конференцию. Должна быть хорошая, качественная конференция. А дело было летом, а мы конференцию осенью провели. Уже времени на подготовке практически не оставалось, но тем не менее, благодаря его поддержке, мы конференцию не просто организовали, а успели издать книгу, про которую ты говоришь. Очень качественная книга, там все фундировано. И пригласили значительное число ученых, там общественность участвовала. И я думаю, что для выражения нашей позиции по поводу переписанных категорий вообще единственной татарской нации, это было очень важное мероприятие. Вот одна из отличительных черт Мансур Хасанович, это было то, что он умел отличить главные вещи. Но это, конечно, требует умения работать с учеными. Мансур Хасанович очень часто приглашал конкретных ученых на беседы. Я сам многократно участвовал в беседах с ним. Он некоторые вопросы уточнял. Вот, например, с Семирзу Аисмагиловичем Махмутовым я несколько раз побывал у него, когда сложные вопросы были. Потому что он, как бывший чиновник, понимал, что есть люди, которые обладают знаниями, и не все эти аспекты известны ему лично. Но он как раз вот благодаря своему интеллекту понимал, что надо привлечь экспертов, и тогда вопросы будут лучше решаться. Я думаю, что вот современным руководителям Академии Новок тоже весьма полезно было бы следовать этому примеру. Ну, я думаю, что они как раз вполне следуют. Сейчас, по крайней мере, есть положительные тенденции. Второй момент, который необходимо отметить, это, конечно, организация и проведение мероприятий по утверждению даты основания Казани. Если выделять какой-то момент, который стал поворотным вообще в истории Татарстана, в рывке, который совершил Татарстан среди других регионов, это, конечно, вот это юбилейное мероприятие, которое потом из чисто научного превратилось в такое знаковое и привлекло значительные инвестиции, гораздо больше, чем сумел сконцентрировать и сам Татарстан, и выделил федеральный центр. Ну, например, тот же самый метро было построено, дороги впервые были отремонтированы, мост современный был построен, и много чего другого. В научном же плане то, что удалось сделать в самом Кремле, провести значительные раскопки, фактически Кремль – это один из самых хорошо изученных археологических объектов, получить невероятные, очень интересные археологические материалы, которые доказывали, что действительно поселение на Кремлевском холме существовало, по крайней мере, в конце 10-го, начале 11-го века. Извиняюсь, очень хороший пример приводишь по поводу значения гуманитарной науки для общего экономического и социального развития. Ведь действительно, вот это тысячелетие, оно было учеными обосновано, причем Академия наук приложила массу усилий, чтобы доказать и в Москве, что дата она научно выверена. Кремлевских институтов в прошлом их поддержали. Да, из этого было бы невозможно просто. И в итоге, фактически, вот это событие послужило мощным толчком к развитию нашего столичного округа всего. И с тех пор Казань все время находится на подъеме. И я думаю, что политики должны особо размышлять об этих сторонах значения гуманитарной науки. Потому что без такого идеологического, политического момента с использованием гуманитарной науки развиваться невозможно. Можно много развивать экономику, но если у тебя наука не подключена к этому делу, ты все равно не сможешь быть полноценным сообществом. Это очень важно. Ну и стабильности нет. Именно социальной, общественной. Вот последние данные говорят, что Татарстан на туризме заработал около 40 миллиардов рублей. То есть это сопоставимо вообще с бюджетом некоторых регионов. И это только без учета всего другого. То есть Татарстан за счет развития музейного дела, за счет развития инвестиций в такие проекты, как музеи, заповедники, реконструкция зданий, может подвигать и многие другие проекты уже экономические. И узнаваемость Татарстана в мире в связи с этим растет. Поэтому я согласен, что некоторые считают, что вложение в культуру и в науку это только изымание денег из бюджета. На самом же деле при умелом использовании, умелом оперировании этими средствами они возвращаются старицей и позволяют не только увеличить инвестиции в республику, но и повысить значимость, важность республики, узнаваемость ее в мире. Я хотел бы еще поднять еще один аспект деятельности Монсорха Санча. Он же был в последние годы жизни директором института энциклопедии татарской. Так как я по направлению этнографии входил в состав предколлегии и курировал от начала до конца вся этнографийская статья написания, я хорошо представляю, как весь этот процесс шел. Дело было весьма трудоемкое и на самом деле новое, потому что у нас, как у бывших представителей автономных республик, нам не были положены энциклопедии вообще, только союзные республики имели право. И вот мы, когда обрели суверенность, начали эту работу, и Монсор Хасаныч очень сильно курировал это дело. Он специальный институт учредил, здание выбил, потом долгие годы обеспечивал финансирование всей деятельности, а там же большинство авторов были не работниками данного учреждения, их надо было собирать, все это материалы компоновать, дело очень нелегкое. И были и сложные вопросы. Вот мы с Кондолем Роновичем сейчас уже вспоминаем, улыбаемся иногда. На определенной стадии на букве Т настало время написать статью татары. Да, и в это время еще в Казани, в Татарстане, были ученые, которые имели иные позиции, чем, например, наша позиция по общей истории татар. И вот схлестнулись два подхода. Мирфат Ахзакиев решил сам написать эту статью. Мы предложили свой вариант с Кондолем Роновичем. И вот бедный гумерс Алихов Саберзьянов, который этот вопрос курировал как замдиректора, он метался между двумя группами и не знал, что делать. Но он предлагал какой-то средний вариант. Да, он предлагал действительно. Мне вот лично в разговоре сказал, ну вы можете же прийти к общему знаменателю? Я говорю, нет, мы не можем к общему знаменателю прийти, у нас позиции различаются. И вот такой спорной ситуации. Масар Хасанович выбрал нашу статью, фактически одобрил. И именно наш вариант статьи вошел в энциклопедию. И потом Масар Хасанович гордостью цитировал. Вот мы такую хорошую работу проделали. Это означает, что он вообще-то как ученый, как гуманитарий, понимал, где находится главное русло движения гуманитарного науки Татарстана. Это как раз говорит о его качественном интеллекту. Ну и он в душе, конечно, был татаристом. И он неоднократно рассказывал об этом. Что он даже Табееву, когда тот говорил, что надо переименовать республику из Татарстана, было бы когда-то в Башкар... Это в Булгаристан. Он ему говорил, ну что ты говоришь, ты просто историю, что ли, не знаешь? И рассказывал ему, как нужно, что это за история, кто такие татары, как это все принято. Потому что у него было прекрасное образование. Он читал татарские газеты на арабице и на латинице. Поэтому и благодаря его поддержке как раз именно такая татаристская точка зрения возобладала в Академии наук и в республике. Поэтому я думаю, что то, что Академия наук увековечила ее память, это очень важное, значительное дело. И мы должны помнить своих выдающихся деятелей науки, культуры и образования. Это на самом деле так. Вот я общаюсь уже в кругу ученых все время. И я никогда Мансур Хасанович ничего плохого не слышал от ученых. Это означает, что он прожил достойную жизнь. Но как основоположник Академии наук, наша самостоятельная Академия наук сыграла важную роль на самом деле. Потому что наша Академия не просто существует, а там сейчас сотни ученых работают. Это не тот институт, где 70 ученых работало. Поэтому главная заслуга Мансур Хасанович, я думаю, что под конец жизни он стал учредителем и первым президентом Академии наук. Это очень важно.